Здравствуйте! В предыдущих темах мы познакомились с системой макроэкономических показателей, используемых для оценки результатов национального производства. Выяснили, что базовым макроэкономическим показателем является показатель ВВП. Напомню, что этот показатель появился в 30-е и 40-е годы XX столетия и позднее был назван одним из величайших изобретений XX века. Используемые в настоящее время методы расчета ВВП действительно позволяют достаточно точно измерить совокупную рыночную стоимость произведенных конечных товаров и услуг. Тем не менее, в последнее время мы наблюдаем все более активную критику в адрес этого показателя и попытки предложить иной показатель или систему показателей, позволяющих более точно и полно измерить результаты функционирования национальной экономики. Следует подчеркнуть, что вопрос о показателях экономической результативности очень важен не только с теоретической, но и с практической точек зрения. Хорошо известно правило, что измеряешь, тем и управляешь. Кроме того, показатель, не точно измеряющий результаты национального производства, искажает информацию, следствием чего могут стать ошибочные решения, принимаемые участниками экономической деятельности. В данной теме мы рассмотрим аргументы за и против ВВП, назовем показатели, которые уже используются наряду с этим показателем, а также новые показатели, которые предлагается использовать для более корректной оценки результатов национального производства и общественного благосостояния. Познакомимся с понятиями уровень благосостояния, уровень жизни и качества жизни и другими. Что же позволяет экономистам называть показатель ВВП одним из величайших изобретений XX века? Главный аргумент — ВВП — это общепринятый индикатор результатов функционирования национальной экономики, позволяющий оценить состояние макроэкономической среды и макроэкономическую динамику. Однако возникает вопрос, а что следует понимать под результатами экономической деятельности, результатом функционирования экономики страны? Если согласиться с тем, что главный результат — это производство все большей массы товаров и услуг, экономическая экспансия, то в этом случае к ВВП нет никаких претензий. Если же в качестве результатов экономической деятельности рассматривать рост благосостояния, улучшение условий жизнедеятельности, большую социальную справедливость, то становится очевидным, что показатель ВВП не отражает эти результаты. Те, кто выступает с критикой ВВП, обычно приводят слова американского политика сенатора Роберта Кеннеди, который еще в 1968 году заметил, что ВВП измеряет все, кроме того, что делает жизнь прекрасной. В основе современной критики показателя ВВП лежат две группы аргументов. Первая — воловой внутренний продукт не отражает изменение уровня и качества жизни и не может рассматриваться как показатель общественного благосостояния. Вторая группа — статистика ВВП занижает реальный уровень производства и благосостояние, не учитывая значительную часть произведенной стоимости. Подтверждением того, что показатели ВВП не отражает уровень благосостояния населения страны, уровень благополучия и счастья, могут служить данные о соотношении показателя ВВП на душу населения и показатели индекса счастья, попытки оценить которые предпринимаются сегодня во многих странах. На следующем слайде показаны рейтинги стран по показателю ВВП на душу населения и индексу счастья. Мы видим, что рейтинг стран по показателю ВВП на душу населения не совпадает с рейтингом по индексу счастья, между ними не существует прямой зависимости. Как измерить уровень благосостояния? Можно ли предложить один интегральный показатель, отражающий уровень общественного благосостояния? Понятие уровня благосостояния — понятие более широкое, чем понятие уровня и качество жизни. Для оценки уровня и качества жизни используется большая группа показателей. На следующем слайде перечислены показатели уровня жизни. Мы видим, что речь идет о количественных показателях, измерение которых не представляет большого труда. Эти показатели позволяют оценить степень удовлетворения материальных и социальных потребностей населения страны. Оценка качества жизни предполагает использование качественных показателей, позволяющих получить комплексную характеристику условий, в которых живет человек. Таким образом, мы видим, что для оценки уровня благосостояния требуется большое число количественных и качественных показателей. Несмотря на то, что рост ВВП является непременным условием расширения возможностей для роста благосостояния, показатель ВВП не дает нам информации, позволяющую проводить его оценку. Вопрос о возможности появления интегрального показателя общественного благосостояния является спорным. Особое внимание я хотела бы обратить на вторую группу аргументов против ВВП. Многие эксперты вполне обоснованно отмечают, что существующие методы измерения ВВП не позволяют учитывать значительную часть произведенной стоимости, причем в дальнейшем эта проблема будет усугубляться. Связано это с трансформационными процессами в экономике, свидетелями которых мы являемся фундаментальными технологическими изменениями, в том числе на основе информационных технологий. Технологическая структурная цифровая трансформация экономики приводит к появлению новых видов деятельности, осуществляемой в виртуальном пространстве, новых сфер и форм занятости, размыванию границ производства. В качестве примера приведу такие новые сферы деятельности, как деятельность блогеров и фермеров, я имею в виду производство криптовалюты. Следует ли учитывать результаты их деятельности при оценке результатов национального производства? Если да, то каким образом? Все более широкое проникновение в нашу жизнь, в производство информационных технологий приводит к росту объема бесплатных благ и услуг, снижению стоимости производимых товаров и услуг, снижению спроса на традиционные товары и услуги вследствие появления новых бизнес-моделей. Мы наблюдаем новые тренды в потреблении, которые в целом приводят к снижению расходов домохозяйств на приобретение товаров, одежды, обуви, предметов быта, например, шеринг экономика. Все больше объем товаров мы приобретаем поддержанными, то есть они не учитываются при расчете волового внутреннего продукта. Таким образом, ВВП, измеряемый традиционными методами, может не увеличиваться, но при этом общественное благосостояние может расти. Аргументы против ВВП делают необходимым поиск новых инструментов измерения результатов национального производства, под которым многие экономисты сегодня понимают не увеличение объема производимых товаров, а рост общественного благосостояния и развития человека. Идет ли речь о возможности появления интегрированного показателя или группы показателей, предмет дискуссии. В то же время, в настоящее время, наряду с показателем ВВП, для оценки социально-экономического развития и общественного благосостояния уже используется ряд показателей. Эти показатели перечислены на слайде. Хочу обратить ваше внимание на два показателя — показатель индекса человеческого развития и индекса инклюзивного развития. Индекс человеческого развития составляется ООН и публикуется с 1990 года. Это интегральный показатель, рассчитываемый в целях измерения человеческого развития, то есть уровня и качества жизни, для международных сравнений. На следующем слайде представлен рейтинг стран по индексу человеческого развития. Интересно отметить, что на протяжении всего периода наблюдений первое место в рейтинге занимает Норвегия. Следует также отметить, что с 2006 года по 2019 года Россия поднялась с 68-го места на 49-е. В 2018 году в рамках обсуждения экономических проблем на Мировом экономическом форуме в Давосе был предложен показатель индекса инклюзивного развития, который призван отражать более целостную картину экономического развития, если его цель — устойчивое повышение уровня благосостояния населения, а не рост ВВП. На следующем слайде показан рейтинг стран по данному показателю. Таким образом, можно сделать вывод о том, что изменение подхода к пониманию результатов функционирования национальной экономики, трансформационные процессы делают необходимым поиск новой системы показателей, позволяющих более достоверно оценивать результаты экономической деятельности и уровень общественного благосостояния.